Громкий сигнал пожарной тревоги, быстро проникающий в школьные классы дым. Опасность возгорания. В школе в этот день получали знания порядка 900 ребят. Все они за считанные минуты освободили здание и стали ожидать приезда спасателей. Среди эвакуированных не оказалось одного человека. В здании школы остался учитель. К счастью, вовремя к месту стали прибывать пожарные машины, и оперативные огнеборцы сразу же принялись за спасение пострадавшего и тушение возгорания. Опасная ситуация, разыгранная на территории школы, была импровизацией и частью тактика специального учения сотрудников МЧС. Учебная эвакуация впервые проходила на территории новой Брестской школы, а потому как для детей, так и для спасателей важно было отработать алгоритм действий, при возникшей угрозе пожара. Чем отличается данный объект? Это большой вместимостью детей. 1200 человек. Вы уже слышали в ходе учения, добровольной пожарной дружины школы было эвакуировано 917 человек. По замыслу учений в школе находился один пострадавший. По прибытию пяти автосцерн с четырех подразделений города происходила разведка и эвакуация пострадавшего, который был передан в Брестской школе медицинской помощи. Довольно большое здание новой школы, состоящее из корпусов, непростой объект. Для устранения возгорания в нем потребовалось особое расположение пожарной техники, а также применение спасателями дополнительных мер. Однако слаженность отряда плюс профессионализм работников структуры помогли им справиться со сложной задачей и за несколько минут ликвидировать импровизированный очаг возгорания. Высокой оценке достойны и преподавательский состав вместе с учениками, которые, несмотря на первый подобный урок, проявили быстроту реакции и четко следовали правилам эвакуации. То, как сегодня сработал весь коллектив, как ученический, так и учителя, и все работники, я как руководитель очень довольна. Все прошло организованно, наша пожарная дружина тоже сработала замечательно, дети были эвакуированы, мы вошли в норматив. И я очень довольна тем, как прошло это мероприятие. Мне кажется, мы справились, потому что наша учительница Наталья Викторовна на уроках АБЖ нам все рассказывает, и мы как бы все понимаем. Какие вот правила, ты знаешь, основные? Что делать, если вы все-таки какую-то дынку уже будете почувствуете? Ну, если учителя не из класса, надо его дождаться. Нельзя открывать окно, так как огонь может усилиться, и можно сгореть. И если мы дождемся учителя, нужно без паники выходить из класса, построившись, и быть собранным. Учебная операция прошла довольно успешно, и это свидетельствует о том, что дети отлично знают, как себя вести в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. В будущем они смогут обезопасить себя от угрозы. А близкие сотрудники МЧС в очередной раз доказали, сложности им не страшны. Жители города могут быть спокойными за свою безопасность и безопасность близких.